Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня 22 августа 2024 года. Четверг. Местное время 22 часа 46 минут. Киевская и Московская 23 часа 46 минут. Ну а я, ведущий этого канала, канал расположен на платформе YouTube, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение материалов из моей библиотеки. Сегодня я представляю вашему вниманию работу уже известного вам автора, доктора-психиатра из Уфы, молодого человека, 23 лет, который полемизирует, значит, да, его имя, значит, Я.Ф. Каплан, врач-психиатр, ученик, кстати, и профессора Чижа, и профессора Крепелина, который полемизирует с профессором Чижом Владимир Фёдоровичем по поводу его статьи «Значение болезни Плюшкина». Работа эта размещена в журнале «Вопросы философии и психологии», книга 68, Москва, 1908 год. Итак, Я.Ф. Каплан, Плюшкин и старосветские помещики по поводу статьи профессора Владимира Фёдоровича Чижа «Значение болезни Плюшкина». А тут имеется целый ряд, скажем, эпиграфов на французском языке, вот, один на немецком, это профессор Бенедикт. Значит, исследование, значит, из книги его «Исследование души человека». Значит, «Вен ви, да, сферендерте зейлен лебет, аль зайтик эрфоршен волен, дюрфен ви, да зейлен лебен, дес грайзен альтес не фергэссен». Перевожу. Если мы изменённые душевную жизнь всесторонне исследовать хотим, мы не должны забыть о душевной жизни стариков Бенедикт Ди Зейлен Кунде Десменшин. Итак, в своей статье «Значение болезни Плюшкина. Вопросы философии и психологии. Книга 64. Профессор Чиж возражает на мой психологический разбор Плюшкина». Кстати, и возражения профессора Чижа, и, скажем так, этюд психологический доктора Каплана, да, психологический разбор Плюшкина, я уже зачитал. Всё это вы можете прослушать в одном плейлисте. Совершенно основательно замечает профессор Чиж, что наше разногласие весьма существенно, и что поэтому он не надеется меня убедить в справедливости своих взглядов. Но также верно и то, что спор по этому поводу не заслуживал бы внимания, если бы с вопросом о том, был ли Плюшкин здоров или болен, не были застронуты столь серьёзные вопросы, как вопрос о нормальной и патологической старости. А потому весьма важно выяснить, чем отличается нормальная старость от патологической. Ввиду этого я, речь идёт о докторе Каплане, и решил дополнить первую свою статью, на которую я смотрел просто как на толкование известного предмета, отступающее от толкования профессора Чижа, и полагал, что профессор Чиж представит читателю самому решить, как понимать образ Плюшкина, так или иначе. Вследствие вызванной статьёй профессора Чижа необходимости вторично говорить об этом предмете, я постараюсь настолько осветить и выяснить точку зрения, которой придерживаюсь, чтобы более не возвращаться к этому предмету. Перехожу теперь к ответной статье профессора Чижа «Значение болезни Плюшкина» и начну с кардинального, на мой взгляд, недоразумения, нашедшего себе место в этой статье. Основное разногласие между мной и профессором Чижом состоит, по мнению последнего Чижа, в том, что он считает Плюшкина больным. Я же утверждаю, то есть доктор Каплан, что Плюшкин типичный нормальный старик, и что состояние его физиологическое. Профессор Чиж считает поэтому весьма важным выяснить, угрожает ли всякому из нас столь ужасная старость, портретом которой является Плюшкин, или же довести до такого состояния может только болезнь. Насколько все сказанное, профессорем Чижом и только что процитированное мною находит себе основание в том, что, говорю я, в своей статье станет ясно, если мы обратимся к следующему ее отрывку. Цитата из Каплана. Я хотел показать, пишу я, что если не все, то большинство из того, что входит в описание образа Плюшкина, укладывается в рамки наблюдаемых в старости физиологических изменений психики. Я не стану отрицать, продолжаю я, что Плюшкине мы наталкиваемся на некоторые черты, которые указывают на упадок его психики, более глубокий, чем при обыкновенной физиологической старости. Многоточие. Но должен еще раз заметить, что при столковании этого явления необходимо считаться с психологией Плюшкина в годы его зрелости. И мы праве заключить, что смысл литературного образа Плюшкина, центр тяжести его, если можно так выразиться, заключается не в тех чертах плюшкинской психологии, которые представляют уклонение физиологических старческих изменений в сторону патологии и приближают ее к картине старческого слабоумия, а в тех, в которых художник изображает незаметное, постепенное изменение человека. В другом месте своей работы, я говорю, изменения, наступившие психике Плюшкина, слишком незначительные для того, чтобы считать ее типичной картиной старческого слабоумия. Слишком близко стоит она для этого к физиологически измененной психике старца, и слишком слабо намечены в Плюшкине те изменения, которые кладутся в основу научного выделения старческого слабоумия в особую болезнь. Далее я обращаю в своей работе внимание на то, на мой взгляд, важное обстоятельство, что, выводя в лице Плюшкина определенный тип, Гоголь должен был сгустеть краски и сконцентрировать замеченные у многих отдельных лиц в один образ. И, наконец, сам Гоголь вовсе не утверждает, что образ Плюшкина воплощает старость всякого из нас. Как думает это профессор Чиж? А совершенно точно и, разумеется, психологически верно указывает на то, что юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же, а не Плюшкина, портрет в старости. Для того, чтобы обратить особое внимание на смысл этой замечательной гоголевской фразы, я и позволил себе в своем психологическом разборе Плюшкина употребить курсив. Курсив доктора Каплана «Его же». И вот, уже одна эта фраза исключает какую бы то ни было возможность относить образ Плюшкина к всякому из нас. И в то же время она-то именно особенно убедительно говорит за то, что Плюшкин – это тип. Всего сказанного слишком достаточно для того, чтобы видеть, насколько необоснованное опасение профессора Чижа, что всем нам угрожает старость Плюшкина. Необоснованно потому и объяснение столь неправильного будто бы суждения Гоголя о старости ипохондрическим настроениям его, если бы Гоголь действительно так ипохондрически смотрел на старость, как думает про него профессор Чиж, если бы он действительно полагал, что всякому из нас с какой-то роковой необходимостью, угрожая столь ужасная старость, как та, портретом которой является Плюшкин, то как было бы понять или понять призыв великого писателя? «Забирайте же с собою в путь, – говорит он, – обращаясь к пламенному юноше, выходя из мягких юношеских лет, в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собой все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымите потом». Разве такой призыв можно объяснить ипохондрическим настроением? «Вопрос. Разве писателю, дерзнувшему вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами, и чего не зря равнодушные очи? Не нужно иметь и сердце, и душу? – вопрос. И не нужно, разве ему много глубины душевной любви к человеку и веры в человеческие движения? – вопрос. Нет, – восклицательный знак, – не ипохондрическим настроением, а именно этой безграничной любовью к человеку и верой в лучи его силы объясняется суждение Гоголя о старости. Ну, не знаю, так ли это. Если исходить из анализа профессора Чижа болезнь Николая Васильевича Гоголя, это не очень-то он и любил людей. Понимаете? Вот так. Поэтому оставим на совести покойного доктора. Я еще раз хочу напомнить, что доктор Каплан – иудей, еврей. И отец его получил дворянство за заслуги, тоже был врачом. И в связи с этим доктору Каплану было разрешено жить и работать не в черте еврейской оседлости. Он работал в Уфе, Башкирия, и заведовал чуть позже психиатрическим отделением Уфимской губернской больницы. И в 27 лет, в возрасте 27 лет, был убит при освидетельствовании криминального алкоголика. Им же, этим алкоголиком. Вот такая трагическая судьба. Что я хочу сказать, что кроме этих двух работ, которые я зачитываю, зачитал одну и сейчас вторую, доктор Каплан перевел впервые на русский язык 20 лекций своего учителя, профессора Крепелина. Эмиля Крепелина, вместе с супругой, с немецкого на русский. Ну вот так. Прежде чем вдаваться в подробный разбор статьи профессора Чижа, необходимо точнее обусловить, по-видимому, недостаточно определенно употребляемые профессором Чижом выражения старость, нормальная физиологическая старость, патологическая старость. Тут следует сказать, что под старостью мы разумеем ту инволюцию, те регрессивные изменения, которые рано или поздно имеют место в каждом организме, как естественное последствие его жизнедеятельности. Эти изменения обозначаются в немецком языке чрезвычарно выпуклым термином Рюкбилдинг, рюкбилдингс яре, рюкбилдингс ир, 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 зай. Значит, рюкбилдинг, то есть возврат, да, скажем так, уменьшение, да, уменьшение, регресс. Регресс. Рюкбилдингс яре, то есть годы регресса. Или рюкбилдингс ир, ир, зай, то есть прогресс в сумасшедстве, обратный прогресс в сумасшедстве. Связывать наступление этих изменений с точно определенным возрастом, конечно, нельзя. Это точно, это правильно. Но раз они налицо в сфере физической или психической, мы имеем право говорить, что перед нами старость физическая или психическая. Головной мозг изменяется в старости так же, как и все другие органы, а потому психические способности так же ослабевают под старость. Это цитата из книги Владимира Федоровича Чижа «Частная патология помешательства», 1898 год. Еще раз повторю, головной мозг изменяется в старости так же, как и все другие органы, а потому психические способности так же ослабевают под старость. До тех пор, пока эти изменения не превзошли известного предела, мы считаем их физиологической или нормальной старостью. Ну, то, о чем я вчера сказал во время проведения стрима от 21-го. Вот, послушайте там. До тех пор, пока эти изменения не превзошли известного предела, мы считаем их физиологической или нормальной старостью. Я же не считаю физиологической или нормальной старостью. Я считаю начальным проявлением старческо-синильной деменции. Речь идет о чем? О этих небольших изменениях. Это, в первую очередь, забывчивость. Забывчивость, скажем так. Потеря или ухудшение памяти на кратковременные события. Ну и вот неумение концентрировать. Общее, скажем так, истощение психическое. Все-таки в старости психическое истощение имеет место. Я не говорю о физическом. Вот. И привел пример себя, что у меня это имеется. Имеется, скажем так, нарушение кратковременной памяти, забывчивость. Приходится очень часто забывать и потом вспоминать. Имя, название и так далее и тому подобное. Кроме того, неспособность сразу же удерживать внимание на два-три, скажем так, действия, которые ты производишь. Получается так. Вот я приводил пример. Я поставил, скажем так, приготовить, да, значит, чтобы закипело там, скажем, суп, да, чтобы он закипел. То есть, когда варю, ну и думаю, значит, что же я буду терять время, пять минут буду ждать. Я сейчас пойду поработаю и, скажем так, через пять минут приду и проверю. И что получается? Получается, что я тут же увлекаюсь работой другой и забываю о том, буквально тут же не могу, значит, помнить, не могу держать, значит, четко в том, что мне через пять минут, у меня было мной себе задано, значит, дано задание, через пять минут прийти проверить, закипело или, скажем, суп или не закипело. И таким образом вот об этом я и говорю. Значит, я считаю, что это уже начальные, лёгкие степени проявления деменции. Деменции. Вот. Но это самые легчайшие и с такой, значит, формой деменции можно ещё совсем неплохо жить. Совсем неплохо жить. Но это деменция. Это деменция. Начально. Поэтому я, сразу же забегая вперёд, хочу сказать, что вот этот спор между профессором Чижом и доктором Капланом, он лишён смысла. Во-первых, Плюшкин – это литературный образ. Понимаете? Мы знаем, может быть, немножко анамнез его жизни, но мы абсолютно не знаем, чем он кончил. То есть катамнез. Понимаете? Поэтому спорить и говорить о том, что являлся ли, скажем так, Плюшкин носителем нормальной физиологической старости, или же, скажем так, патологической старости и уже деменцией, на что намекает и утверждает, о чём утверждает профессор Чиж. Я не согласен ни с доктором Капланом, ни с Чижовым. Я считаю, что и Плюшкин, и старосветские помещики, как минимум Афанасий Иванович, да, вот, это уже люди, страдающие начальной формой деменции, но лёгкой формой. А вот Афанасий Иванович через пять лет после смерти, как мы увидим в этой работе, вот, значит, или как мы это увидимся, прочтём ещё раз, освежим в нашей памяти старосветские помещики. Через пять лет после смерти Пульхерии Ивановны есть описание, значит, Афанасий Иванович, конечно, это уже развернутая клиническая форма старческой деменции. Вот так вот. То есть, я полагаю, так да, согласен ещё с чем, что в целом, в целом, в целом нет конкретного определённого возраста, когда начинается вот эта начальная форма деменции. То есть, вот то, о чём я описал у себя. Она может и в пятьдесят лет начаться, и в шестьдесят, и в семьдесят, и в восемьдесят, и в девяносто. У кого как? Но вопрос о том, что, имея вот такую симптоматику, которую я описал у себя, можно уже говорить о том, что имеются уже начальные признаки, начальные признаки, значит, старческой или синильной деменции. Вот о чём я говорю. Поэтому, с моей точки зрения, и Плюшкин, и Афанасий Иванович, ещё при жизни Пульхерии Ивановны, уже, естественно, страдал начальными, очень лёгкими проявлениями синильной деменции. Через пять лет после смерти, через пять лет, когда он стал на пять лет старше, и мы читаем его, скажем так, описание, естественно, там уже эта деменция в развернутом виде. Понимаете? А что такое развернутый вид деменции? Это когда человек не может, не может следовать причинно-следственным связям. Это первое. Это уже следующая стадия, когда у него нарушается сон. Когда у него нарушается, ну вот, понимаете, вот критика лёгкая. Лёгкая критика, он ещё не понимает. Но это ещё тоже, ещё можно так и жить, ещё, по крайней мере, значит, если, значит, такой субъект живёт с кем-то, понимаете? То есть, по крайней мере, значит, ему не позволяются делать грубые какие-то ошибки. Но вот следующая фаза, когда появилась уже развернутая клиническая фаза, когда появляется симптоматика, когда появляется паранойя, бредпреследование, когда теряется ориентировка в месте, в событиях, времени, когда человек начинает уже путать, путать родных и близких, знакомых ему людей, он понимает, кто это, что это, уже развернутый. Ну а окончательная, конечная фаза – это уже конечная, когда человек впал в детство, когда он как ребёнок, скажем, годовалый, да, который ни черта не понимает, а то и меньше, там, в несколько месяцев. То есть, в лёжку, находится в лёжку, абсолютно дезориентированно, абсолютно не понимает, где он, кто его окружает. У него идут галлюцинации, у него идут бредовые представления, депрессия, агрессивность и так далее, и тому подобное. У него идут и психосоматические расстройства, недержание мочи, недержание кала, он не опрятен, он не умывается, он вообще не может самостоятельно одеться. То есть, полностью, 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 как вот маленький ребёнок, маленький ребёнок, скажем так, грудной ребёнок, вот, это уже, конечно, конечная фаза, значит, синильной деменции. С моей точки зрения, и Плюшкин дементный, но в лёгкой степени, в лёгкой, я не буду утверждать, там, скажем так, что он тяжёлый демент, поскольку он всё-таки живёт. У него уже, конечно, там, со слов, значит, как трактует профессор Чис, уже появляется какая-то, значит, параноидальность, параноидальность по поводу этого кулачка бумаги, да, который, якобы, он обвиняет в том, что украла, скажем, эта дворовая девка, и так далее, и так далее. Понимаете? Но, с моей точки зрения, этот спор абсолютно не имеет смысла. Не имеет смысла. Там надо не о споре между, скажем так, Чижом и Капланом, а потом надо читать лучше то, что пишет оба автора. Вот. То есть, фактически материал, фактически клиническую картину дементности. Вот это представляет интерес. Ну, вот так вот. Продолжаю чтение. Значит, головной мозг изменяется в старости так же, как и все другие органы, а потому психические способности так же ослабевают под старость. Это цитата из книги профессора Чижа «Частная патология помешательства», 1898 год. До тех пор, пока эти изменения не превзошли известного предела, ну, вот то, что мы сейчас говорим, вот то, что я, значит, упомяну. Ну, в частности, по отношению к психической сфере, физиологическим старческим ослаблением уственных способностей. Мы считаем их как физиологической или нормальной старостью, а в частности, по отношению к психической сфере, физиологическим старческим ослаблением уственных способностей. Но я вам скажу, это неправильно. С моей точки зрения, это не физиологическое на этом уровне или в этой степени. Это всё-таки лёгкая степень деменции, которая не нарушает грубо личности и поведение страдающего. Вот так. Это моё мнение. А мнение, скажем так, доктора Каплана, это о том, что это физиологически нормальная старость. Это ненормальная старость, понимаете? Старость есть старость, и сама старость ненормальная. Это патология и в физической сфере, и в интеллектуальной сфере, если человек немножко забывает, понимаете, если человек не концентрирует всё и так далее, и так далее. Понимаете, это уже не физиологическая старость. Это уже всё-таки начало деменции. А вот в каком возрасте наступает даже вот эти первые начальные проявления, скажем так, деменции, это другое. Они могут начаться и в 60, и в 70, и в 80, и в 90. Тут я согласен, что нельзя привязывать даже самые лёгкие степени, которые не нарушают, не нарушают, грубо не нарушают, и человек продолжает жизнь человека, человек продолжает жить самостоятельно. Даже ещё и ухаживать за другими. Вот я, например, так, я ещё ухаживаю за супругой. Я, скажем так, веду всё, и интеллектуальное хозяйство, все дела веду интеллектуальные, скажем так, и бытовые, понимаете? Но всё равно это деменция. Почему? Это симптом нарушения краткосрочной памяти, неспособность, неспособность концентрировать, понимаете? То есть только могу концентрировать одно что-то, а другое, если мне одновременно надо держать в краткосрочном вот таком смысле, то, естественно, я могу, значит, забыть. Почему? Потому что более увлечённая, более приоритетная, значит, задача, она доминирует и перекрывает, поэтому и забываю. Хотя я могу сказать, что вот в таком долгосрочном, значит, такие важные моменты, которые имеют важное значение в жизни, я помню о них. Я о них помню и никогда не забываю. Но всё равно я считаю, что это уже деменция, это не норма. Всё. Второе положение, что у меня вот эта деменция, так, она началась где-то, ну, может быть, в возрасте 79-78 лет, когда я стал забывать. Вот, стал забывать, понимаете, скажем так, вот, выпадать у меня, потом я вспоминаю и всё. Вот так. Вот так. Так, читаем дальше. Поэтому я не согласен физиологическое. Ну, может быть, и есть физиология, если нет никакой симптоматики. Если нет никакой симптоматики, если человек, там, будучи 80-90 лет, абсолютно, абсолютно, как под копирку, остаётся тем, каким он был, скажем, в зрелые годы, в возрасте 50-40 лет и так далее, и так далее. Ну, такого не бывает. Такого не бывает. Потому что уже в возрасте 50 лет очень часто человек не такой, какой он был в возрасте 40 лет. А уже в возрасте 60 он уже не такой, как в возрасте 50 и 40 тем более. А в 70 и так далее, и так далее. Поэтому говорить о физиологическом старости – это условно. Или о патологическом – условно. Но с моей точки зрения, если появляется, если снижается интеллектуальная функция, даже в самой незначительной степени, вот, это уже, естественно, деменция. Вот. Но это моё мнение. Так. Значит, ещё раз. До тех пор, пока эти изменения не превзошли известного предела, мы считаем их физиологической или нормальной старостью. А я считаю, если уже имеются эти изменения, это уже начало деменции. А в частности, по отношению к психической сфере – физиологическим старческим ослаблением. А я считаю, это не физиологическое старческое ослабление, а это начальные, легко выраженные проявления деменции, ослабление умственных способностей. И лишь в тех случаях, когда наблюдаемые изменения вышли за известный предел, или когда появились признаки настоящей психической болезни, мы имеем пред собой картину такого состояния психики, которое мы считаем уже патологическим, болезненным, признавая эту картину за старческое слабоумие. Ну, это, скажем так, это дело, скажем, того, кто как смотрит. Кто как смотрит. Вот так. Значит, вот доктор Копланов, правда, не забудем, что это свыше 100 лет тому назад так смотрели. А я считаю, что это уже вот эти вот начальные, начальник, вот те, пока эти изменения не превзошли известного предела. Вот. Мы считаем это физиологически. А я считаю, нет. Если уже появились изменения, нет, все, хватит об этом. Так. Из такого воззрения на старость неминуемо следует, что пока старческих изменений, как чего-то вполне определенного, не наступило, мы не имеем права говорить о старости, как, каков бы ни был возраст человека. Мы можем допустить, например, что мозг 70-летнего субъекта еще не стар, если не подвергся регрессивным изменениям. Не стара может быть, следовательно, и психика в таком возрасте. Короче, старость не возраст, а состояние. Согласен. Согласен. Мое понимание старости, я изложил его только, что при виденных строках совершенно отлично, по словам профессора Чижа, от его понимания. Так оно и есть, несомненно. Вместо точного и обстоятельного выяснения своего взгляда на старость, профессор Чиж приводит целый ряд рассуждений об отношении физической старости, психической и обратно, рассуждений, вовсе не имеющих прямого отношения к делу. Он указывает на то, что психическое увядание не идет параллельно с физическим, что наблюдается первенство как того, так и другого, что головной мозг стареет позже других органов, что при нормальной старости сперва наступает физическая дряхлость, а уже затем психическое, между тем нас не должно вовсе интересовать при разборе определенного литературного образа. Важно, что масса разнородных и отрывочных фактов, которые приводит профессор Чиж, фактов, которые не стоят в сущности ни в какой связи, которые не стоят в сущности ни в какой связи с разбираемым нами вопросом. Словом, воззрение профессора Чижа на старость, изложенное им настолько разбросано и отрывочно, что сразу составит в себе понятие, а его взглядах вовсе не так легко. Но этого мало. Профессор Чиж, к тому же, ненужным образом расширяет вопрос и касается в своей статье о значении болезни Плюшкина, более обширного вопроса о состоянии психики на склоне жизни вообще, то есть, другими словами, вводит в круг моих рассуждений такие стороны вопроса, которые имеют совершенно самостоятельное значение, и разбор которых в состоянии лишь затемнить решение непосредственно поставленной задачи. Дело в том, что профессор Чиж говорит, конечно, душевная жизнь стариков несколько отличается от душевной жизни лиц среднего возраста, но не может быть и речи о том, что душевная жизнь стариков имеет что-либо сходное со слабоумием. А я утверждаю, раз она отличается от душевной жизни лиц среднего возраста, значит, это уже патология, значит, это уже слабоумие. Тут я не согласен с профессором Чижом, которого я очень уважаю. Вот не могу согласиться. А напротив, есть основания думать, что подстарать, вследствие ослабления страстей умственная жизнь более интенсивно играет большую роль. Это мнение профессора Чижа. А если профессор Чиж внимательно читал мой психологический разбор Плюшкина, он не мог не заметить, что я в конце своей статьи веду речь о преимуществах, которыми снабжает длинный жизненный путь, и которыми, следовательно, обладает только старческий возраст. Это опять к делу не имеет никакого значения. Мы не говорим о преимуществе, мы не говорим об опыте, об знаниях, мы об этом не говорим, о мудрости, если такая есть, можно так сказать. Мы говорим, где патология, а где не патология. Я касаюсь этого весьма кратко. Понимаю, что эта сторона вопроса ничего общего не имеет с тем, что мы должны были посвятить наше рассуждение. Но психических преимуществах старческого возраста я не мог не упомянуть, и именно из желания показать, что цитата старость все же одинаково грозна для всех, для простого смертного и великого гения. Совершенно верно. Всякие, кому знакомы, рассуждение Шопенгауэра о различии возрастов в жизни, знает, как психологически тонко разбирает он характерные особенности каждого возраста. Профессору Чужу незачем было вовсе, поэтому настаивать на том, что старость, как один из вопросов, как один из возрастов, имеет такие особенности, которые выгодно отличает её от других возрастов. В чём-то выгодно, а в чём-то невыгодно. Вот в чём вся проблема. Никто же не пишет, не только выгодно. Опыт – это выгодно. А возможности, а снижение, пусть даже самое начальное, это невыгодно. Не надо забывать только, что такие особенности имеет каждый возраст жизни, имеет их и детство. То есть преимущества и недостатки из этого. Но из этого-то именно и следует, что особенности эти не могут служить критерием при определении того, в какой мере и как функционирует мозг, орган психических отправлений, так как пришлось бы допустить, что те преимущества, которыми богата душевная жизнь и ребёнка по сравнению с душевной жизнью взрослого человека, являются доказательством не меньшего расцвета его душевных сил, не меньшего развития его мозга, чем зрелые годы. Ясно, каким выводом привело бы нас подобное толкование действительно существующих особенностей психики в известном возрасте. Шопенгауэр, выше указанное рассуждение, которого является, если можно так выразиться, по негерикам старости, прекрасно понимал это и поэтому сознавал, что нет никакого противоречия между преимуществами старческого возраста и увяданием психических сил в старости. Вот почему он в том же рассуждении так сильно, хотя и кратко подчёркивает это увядание. Он решается сказать, «Алес, вас манн sieht, тут унерлебт, лес, ё элтер манн wird, дэсто венега шпурин им гайсте зурюк». Дэсто венега шпурин им гайсте зурюк. «Ин гезем Синне лисе сик behауптен, дэс манн алайн дэр югэнд мит фолин бэвузайн лепты им альта ну нох мит гальбэм. Е эльта манн вир мит дэсто венегэрем бэвузайн лепт манн». Перевожу. Значит, Шопенгауэр решается сказать следующее. Перевожу на русский язык. Алис вас манзит все, что видят, делают и ощущают, переживают, позволяют. Чем старше человек становится, тем меньше следов в душе или в интеллекте, скажем так, значит, остается. В этом смысле разрешается утверждать, что только в юности живут с полным сознанием. В возрасте, в старости только с половиной этого, скажем, полного сознания. Чем старше человек становится, тем с с меньшим, скажем так, сознанием или интеллектом живет. Вот так вот, приблизительно. Значит, все-таки в юности рассвет интеллектуальной деятельности. Чем старше человек становится, тем интеллект слабеет. А в старости, значит, уже человек живет не со стопроцентным, скажем так, интеллектом, а только с половиной его. Ну, вот это слова Шопенгауэра, он же не был врачом. Из этих слов для каждого очевидно, насколько страдает наша психическая сфера в старости. О чем это говорит? О том, что это деменция уже, а не нормальная физиологическая старость. Это ясно для каждого, кто в состоянии оценить столь резкий контраст, как «да слебен мидганцем и мидгальбем бывуст зайн». Значит, как жизнь с стопроцентной или с пятидесятипроцентной интеллектуальности. И тем не менее картинным, чем верным, не менее картинным, чем верным, определением сказано, в нескольких словах больше, чем можно было сказать длиннейшими рассуждениями. И как понятно для нас и лишено противоречий одно из дальнейших мест того же рассуждения Шопенгауэра. «Цварнэмин им хюрэмальта ау, где гайст крэфте ап». Значит, несмотря на то, что в глубокой старости также и душевная сила снижается, но где было много душевной, скажем так, я буду говорить интеллект, где было много интеллекта, где было много, там всё ещё остаётся достаточно его через опыт, знания, упражнения и размышления. Значит, и вот эти, вот эти, скажем так, опыт, знания, упражнения и размышления, значит, вот это уменьшение интеллектуальной силы в какой-то определённой степени компенсирует. Вот так. Так и слышится изус философа, поклонника старости, поэтический призыв великого писателя, творца мёртвых душ. Ну, не знаю, он сам больной был, творец мёртвых душ. всё выше, причём в молодом возрасте, всё выше изложенное убеждает нас в том, что мы должны остерегаться, смешивать особенности психики, как принадлежность известного возраста, состоянием её, обусловленным известными процессами в жизни организма. Мы можем подтвердить это ссылкой на статью профессора Чижа. Цитата «Вследствие ослабления страстей, говорит он, умственная жизнь более интенсивна». Совершенно верно. Это уже пишет Каплан. В старости действительно играет большую роль умственная жизнь, но если это и является житейским преимуществом этого возраста, то того же нельзя никак сказать о всей психической жизни человека, так как психическая жизнь человека во всех своих проявлениях составляет одно целое, то ясно, что если мы даже доказали повышение интенсивности умственной жизни, разумея сферы мышления в известном возрасте, мы тем самым ещё далеко не доказали улучшение психической жизни вообще. Золотые слова молодой человека как хорошо правильно рассуждает. Возьмём пример прямо противоположный. Даже при крайнем упадке нравственных чувствований симптомокомплексе, которые называли мораль инсценити, мы обосновываем диагноз болезни слабоумия всесторонним исследованием психической личности и отклонениями от нормы не в одной только сфере нравственных чувствований. Последний пример заставляет нас вместе с тем вспомнить о значении чувствований для нормального отправления психической жизни вообще. Он даёт нам понять, что ослабление страстей, хотя и может служить для объяснения усиления умственной жизни, но что его совершенно недостаточно для того, чтобы утверждать, что психическая жизнь как целая выигрывает от этого. Нет. Напротив, отсутствие глубоких чувствований и заставляет жить только ещё с половиной интеллекта, прежнего интеллекта. Я показал таким образом, какую методологическую ошибку допустил, на мой взгляд, профессор Чиж в своих рассуждениях о старости. Теперь возвратимся к интересующему нас вопросу о нормальной и патологической старости. Хотя, как я уже сказал и только что показал, профессор Чиж не строго держится известных определений и не высказал вполне точно и ясно своих воззрений на старость, однако, из работы его значения болезни Плюшкина видно, что старость, по его мнению, именно и характеризуется физической дряхлостью при сохранении умственных сил. Но я поправлю иначе, что физические, значит, если это физиологическое, вот так будем говорить старость, то, конечно, физиологическое, то есть, без начальных проявлений деменции, то, конечно, физическое доминирует. Если нет деменции, то умственные все же таки, скажем так, умственные, остатки умственных сил, они в положительном смысле доминируют над физическими. Такое определение едва ли найдет многих сторонников. Едва ли вообще верно, так как на основании всего, что нам пока известно, мы прави утверждать лишь то, что психический упадок не всегда идет рука об руку с физическим увяданием. Это правильно. Это, скажем так, это цитата из Вейганта «Grundris der Psychiatrie» 1902 год. Значит, «Основание психиатрии». Во всяком случае, определения профессора Чижа крайне узко и недостаточно. Профессор Чиж полагает, что лишь очень немногие старцы доживает до того возраста, когда наступает атрофия головного мозга. Но тут я тоже не могу согласиться с Чижим. И поэтому, придерживаясь воззрения профессора Чижа, придется на практике понимать под нормальной старостью всегда исключительно физическую старость, так как, как говорит профессор Чиж, весьма продолжительный период жизни, в котором рядом с физической дряхлостью, умственные и вообще душевные силы вполне сохранены. Таким образом, исходя из рассуждений профессора Чижа, едва ли вообще придется говорить о старческом увядании психики, ибо, хотя по собственным его словам, нельзя установить возраст, в котором развивается психическая дряклость, однако она наступает настолько поздно, что редко человек доживает до нее по причине физической дряхлости. Ну, философская, понимаете, вот это вот, кстати, и работа Чижа, и работа Каплана, она носит такой отвлеченный, не практический характер, а философский характер. Чтобы полнее резюмировать взгляд профессора Чижа на старость, необходимо остановиться и на следующем его суждения. Цитата. Плюшкин, говорит он, уже потому не может считаться портретом старости, какой нормальной физиологической, что он только седьмой десяток живет. А старческое и притом малозаметное уменьшение мозга у мужчин начинается с 80 лет, а у женщин 70 лет. Таким образом, при нормальной старости головной мозг атрофируется или говоря иначе стареет позже других органов. Ну, смотря как, смотря у кого. Кстати, дементные люди, дементные люди, они в целом, вообще психически больные, в том числе и дементные, они в общем-то физическом плане довольно выносливы. довольно выносливы. Если сравнивать их дефицит интеллектуальный, мозговой и телесный, то, естественно, преобладает дефицит мозговой. Если бы это и было так, мы уже выше коснулись этого вопроса, все же остается непонятным, почему наличность старческого увядания психики непримерно связана с доступной нашему глазу атрофией мозга, уменьшением веса и объема. Это не всегда так происходит. Мы знаем теперь слишком хорошо, как шатки такого рода критерии для суждения о функции органа. Восклицательный знак. Итак, нормальная в кавычках увядания психики наблюдается по мнению профессора Чижа лишь в очень позднем возрасте, когда уже наступила физическая дряхлость. Ну, Чиж ошибается. В редких же, весьма редких случаях, когда головной мозг стареет раньше, вопрос других органов развивается более или менее ярко выраженная болезнь, старческое слабоумие. У мужчин, следовательно, нормальная психическая старость наблюдается лишь за 80-м, а у женщины за 70-м годом. До этого возраста можно ли старческое слабоумие, позже, и нормальная старость, и старческое слабоумие. Тут, конечно, Чиж не прав. Перейдем теперь к разбору самой статьи профессора Чижа о значении болезни Плюшкина. Какими способами пользуется профессор Чиж для доказательства неосновательности моих Каплана, доктора Каплана рассуждений вопрос? Мы можем отметить, собственно говоря, два таких способа. Один из них состоит в том, что профессор Чиж обосновывает свой взгляд на литературный образ, вот ключевое слово, это же не больно, это литературный, художественный образ Плюшкина своими воззрениями на старческое изменение психики. Доказательности этого способа я не могу признать, не разделяя, как я выше показал соответствующий взгляд профессора Чижа. Второй способ, которым пользуется профессор Чиж, состоит в том, что, не входя в критический разбор моих рассуждений по существу, он не приводит также доказатель против справедливости моих воззрений, а старается показать, что мое толкование литературного образа Плюшкина неверно, потому, что этот образ не отвечает той норме, которую профессор Чиж считает установленной житейскими взглядами, историческими примерами и сравнениями, для того, чтобы охарактеризовать этот способ аргументации, которым профессор Чиж пользуется ларгаману, можно было бы ограничиться одной фразой компарезен неспас резон, но, не ограничиваясь ею, я приведу и сейчас, и не раз в дальнейшем изложение своей настоящей статьи примеры, которые иллюстрируют этот способ. Так, мое толкование неверно по мнению профессора Чижа, потому что, если бы старики были такие, как Плюшкин, мы не хотели бы дожить до старости. Старость не была бы так почтена, не было бы на берлинском философском факультете 26 ординарных профессоров старше 60 лет, Папы преклонам их возраста. Папа Римский не могли бы так много работать на пользу католицизма. Такой способ, доказатель, которыми испрещена вся статья профессора Чижа, конечно, не может считаться правильным. Я вам скажу больше. сравнивать с профессорами Берлинского университета, с папами. Это все ерунда. Мы должны рассматривать конкретную личность Ватока Плюшкина вне зависимости. Для этого мы должны знать, каким он был в зрелые годы и каким он стал в рассматриваемый период. Более того, иногда очень важно, каким он станет через какое-то время. Вот в отношении Афанасия Ивановича, старосветские помещики, там есть вот эта динамика. И там видно, что если в первых частях или в первой жизни, когда Афанасия Ивановича еще жил с Пульхерией Ивановой, там были, конечно, и у нее, и у него легкие, легчайшие, ничтожнейшие проявления, вот, ослабления психической деятельности, то через пять лет, уже после смерти, в Пульхерии Ивановне естественно, Афанасия Иванович представляла из себя явный клинический случай синильной деменции. Понимаете, а тут идет вообще в заголи. Мы отходим, то есть и Чиж, скажем так, в меньшей степени и Каплан, значит, отходят от образа Чижа, то есть от образа Плюшкина, понимаете, отходят. Мы же видим, мы должны видеть конкретного человека и говорить или сделать заключение, страдает он или не страдает, первое. Второе, до какой степени он страдает, скажем так, деменцией. Вот два основных, скажем так, две основные задачи. И если третья задача, если мы все-таки считаем, что это все-таки начало деменции в легких случаях, то каков прогноз, как быстро она будет прогрессировать, как быстро этот человек с начальными проявлениями, легчайшими, минимальнейшими, как быстро он станет, он пойдет в детство, так скажем, или у него появятся грубые патологические душевные симптомы или симптомы душевного расстройства. Вот так. Такой способ доказательства, которым и испрещена вся статья профессора Чижа, конечно, не может считаться правильным, если даже допустить, что все приведенные профессором Чижом примеры непреложные и объясняются действительно так, как их объясняет профессор Чиж, о чем речь ниже, то все же научное доказательство не ведется таким образом. Обыкновенно старается обосновать так или иначе защищаемое положение. В данном случае, следовательно, надо было ожидать, что профессор Чиж еще раз быть может даже несколько подробнее постарается доказать неопровержимость своего толкования или же доказывает несостоятельность противоположных рассуждений, но никогда не ограничивается для опровержения высказанных кем-либо взглядах приведением такого рода примеров. Способ этот вполне аналогичен тому, как, если бы желая доказать, что кто-нибудь болен, врач стал бы указывать на то, что здоровые на это человека совершенно не похожи. Что здоровые на этого человека совершенно не похожи. Надо думать, что такой способ аргументации показался бы профессору Чижу совершенно ненаучным, тем более он недопустим при психологическом и психиатрическом анализе. Что сказали бы мы про психиатра, который стал бы доказывать, что кто-нибудь болен и только потому болен, что высказывают взгляды на вещи, несогласные взглядами его окружающих. Вот действительно правильное замечание. Что бы мы сказали о психиатре, который ставил бы диагноз болезни душевной только на основании того, что данный человек высказывает взгляды или имеет взгляды, которые отличные взглядом окружающих его людей. Уже в самом начале статьи профессора Чижа мы встречаемся с этой второй методологической ошибкой. «Я постараюсь доказать», говорит профессор Чиж, «что Плюшкин никоим образом нельзя считать портретом старости нормальной, что нормальная старость ничуть не похожа на то состояние, в котором находится Плюшкин». Вот против этого способа аргументации и следует возразить. профессор Чижа должен был поставить себе цель еще раз доказать и убедить в том, что Плюшкин старик, страдающий болезнью, старческим слабоумием, а не доказывая, что нормальная старость ничуть не похожа на состояние, в котором находится Плюшкин. Согласен с доктором Капланом, способ доказательств, практикуемый профессором Чижовым, прежде всего не научат, да и не логичат, затем, конечно, по самому существу своему допускает массу совершенно ненужных, не идущих к делу и недоказательных примеров и, наконец, не в силах ничего доказать, хотя быть может при поверхностном чении и производит впечатление способа доказательств. Но более того, оказывается, что сами-то аргументы, приводимые профессором Чижом, вовсе не доказывают того, что он имел в виду ими доказательств. По мнению профессора Чижа, Гоголь дал нам верное и прекрасное изображение старости в бессмертной повести старосветские помещики. Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна пользовались хорошим здоровьем, а потому их старость была нормальная или физиологическая. Это утверждение Чижа. Старосветские помещики владели своими умственными способностями, и их даже нельзя считать глупыми. воли была еще вполне достаточно, вполне для управления имением и вообще для самостоятельной жизни. Приказчик Войт и прислуга их обградовали, и хозяйство шло не так хорошо, как прежнее. Но Афанасию Ивановичу и его жене не было надобности много хлопотать по хозяйству, так как все их потребности были вполне удовлетворены. Вообще им жилось очень хорошо это по чужу, и нет необходимости объяснять, что старосветские помещики совершенно не похожи на Плюшкина, как не похожа нормальная старость на патологическую. Гоголь именно в этой повести дал вполне верное художественное изображение старости. Конец цитаты от Чижа. Исходя из своего воззрения, что старость именно и характеризуется физической дряхлостью при сохранении умственных сил, и полагая, что старосветские помещики владели своими умственными силами, профессор Чиж совершенно последовательно заключает, что они представляли нормальную, а не патологическую старую. Но, собственно говоря, ссылка на эту повесть совершенно излишна, так как с этой точки зрения о психической старости не может быть и речи в данной повести, а потому последняя нас и не касается. Тем не менее, я постараюсь подробнее остановиться на приведенной мною цитате из статьи профессора Чижа, оставив в стороне любопытство Афанасия Ивановича, несколько похожее на любопытство ребенка, указание на ослабление памяти старосветских помещиков и на то, что Пульхерия Ивановна собирала все, что иногда сама не знала, хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится. Профессор Чиж заключает, что старосветские помещики владели своими умственными способностями, и их даже нельзя считать глупыми. Весьма характерна последняя фраза. По мнению профессора Чижа, следовательно, выходит, что если человек даже не глуп или умен, то это может служить подтверждением сохранения умственных способностей. Для меня, как психиатра, это непонятно. Разве ум и глупость с одной стороны и сохранность и несохранность психических способностей с другой стоят в какой-нибудь связи между собой вопрос? Разве ум может служить подтверждением сохраненности душевных сил, а глупость подтверждением противного? Далее. Воля ей была еще вполне достаточно, это по чужу, для управления имением и вообще для самостоятельной жизни. Конец цитаты Чижа. А то обстоятельство, что хозяйство шло не так хорошо, как прежде, является фактом ничтожной важности, потому что по мнению профессора Чижа, Афанасия Ивановича, его жене не было надобности много хлопотать по хозяйству, так как все их потребности были вполне удовлетворены. То есть для диагностики, конечно, профессор Чиж тут не те аргументы приводит. понимаете, для того, чтобы сказать, доказать или показать, что Афанасия Ивановича и Пульхерия Ивановна не страдали начальными, самыми минимальными или не минимальными признаками старческой деменции, основной довод заключался в том, что им не надо было сильно следить и поддерживать хозяйство, контролировать и так далее, и тому подобное, потому что им хватало. И это как доказательство их психического сохранности. Это, конечно, абсурд. Итак, профессор Чиж считает весьма обыкновенным, чтобы помещики запускали хозяйство, раз их потребности удовлетворяются и при запущенном хозяйстве, и в этом незачем, думает он, видит, нет, винит значительно ослабевшую волю. Но ослабевшая воля это что? Это же и есть воля, ослабевшая воля, это и есть уже патология. Признаться, такого рода рассуждение поражает чрезвычайно. Но что удивительнее всего, так это то, что профессор Чиж не пытается даже психологически верно подойти к предлагаемому им самим объяснению. Действительно, вдумываясь в то обстоятельство, что хозяйство наших старичков прочетчего века шло не так хорошо, как прежде, что якобы объясняется между прочим, отсутствием надобности много хлопотать по хозяйству. Мы в этом объяснении увидим, разумеется, не подтверждение сохранности их воли. И в ухудшении хозяйства не усмотрим естественное явление, а заключим, что у старосветских помещиков стало уже заметно то, что наблюдается в их возрасте, что именно и представляется признаком психической старости и что так метко называет Бенедикт Баух эгоизмус. Впрочем, не следует эгоизм живота. Впрочем, не следует конечно думать, что толкование профессора Чижа соответствует тому, что хотел сказать Гоголь. Едва ли плохое ведение хозяйства оправдывало в его глазах удовлетворенностью всех потребностей. Раз профессор Чиж указывает на старосветских помещиков, как на повесть, которая, по его мнению, дается верное и прекрасное изображение старости имеется в виду нормальное, старости. Но старости совершенно не похожи на Плюшкинскую. Я думаю, это, Каплан говорит, будет уместно, не ограничиваясь краткими и поверхностными указаниями профессора Чижа, глубоко вдуматься в бессмертное творение один из гоголевских перлов создания. Действительно ли старосветские помещики изображения старости совершенно отличные от Плюшкинской? И как автор рисует нам старость в этой повести? Вопрос. Мы, оказывается, принужены сказать, что старость старосветских помещиков вовсе уж не так отлично от старости Плюшкина. Как можно было предполагать? Да и предположить это можно лишь в том случае, если принимать во внимание только некоторые отдельные места повести, рисующие, как старается показать профессор Чиж, будто бы не грозную и страшную старость, а старость покойную и благодушную, которую профессор Чиж решается даже назвать симпатичной. Думаю, что картина такой старости скорее может отбить всякую охоту дожить до нее, чем убедить нас в том, что старость так почтена. И если даже допустить, что Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна и в молодости были так же ничтожны, как и в старости, то все же старость, нарисованная в повести «Старосветские помещики», едва ли представляется нормальной, такой, которой можно было бы лишь позавидовать. Гоголь описывает двух старичков прошедшего века, которым, кстати, сказать, было всего 60 и 55 лет. Он им симпатизирует, потому что любит скромную жизнь владельцев старосветских усадеб, любит эту жизнь, хотя и низменную, но ясную и спокойную, но симпатизирует он им так, как взрослый симпатизирует ребенку любвеобильно, но покровительственно. Недаром он называет старосветских помещиков наши старички. Что Гоголь понимал, что Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна не только старосветские помещики со всеми свойственными им чертами, но в то же время и старики со своеобразной старчески измененной психикой, приближающейся к детской, мы видим исследующих, исследующего отрытка повести, цитата из старосветских помещиков. Он, Афанасий Иванович, не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицания именового. Он, напротив, расспрашивая вас, показывал большое любопытство и участие к обстоятельствам вашей собственной жизни, удачам и неудачам, которыми обыкновенно интересуются все добрые старики. Курсив доктора Каплана. Хотя оно несколько похоже на любопытство ребенка. Конец цитаты из старосветских помещиков. У обоих супругов память была ослаблена. Хозяева давно позабыли содержание висевших у них по стенам картин, и если бы некоторые из них были унесены, то они бы верно этого не заметили. Пульхерия Ивановна была большая хозяйка. Из той категории подобных плюшкину хозяев и хозяек, который мелкий взгляд обращался бумажкам и перышкам, а главные черты хозяйства все более и более уходили из вида. Множество клубков с разноцветной шерстью, лоскутков, старинных платья вшитых за полстолетия, вспомним старую подошву плюшкина, были укладены по углам сундучка и между сундучками, конец цитаты. Пульхерия Ивановна собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потом употребится, конец цитаты. Весьма картина рисует нам Гоголь хозяйственность кавычка Пульхерии Ивановны, представлявшую из себя ничто иное, как старческую суетливость, бестолковую и бесцельную обращенную на ничтожнейшие мелочи полную противоположность тому, что характеризует действительно зоркого хозяина в годы зрелости, взгляд которого бегает хлопотливо, но расторопно. Цитата «Хозяйца Пульхерия Ивановна, говорит Гоголь, состояла в беспрестанном отпирании и запирании кладовой в солении, сушении, варенье, бесчисленного множества фруктов и растений. Всей этой дряни скапливалось такое множество, что, вероятно, она потопила бы наконец весь двор, потому что Пульхерия Ивановна всегда сверх рассчитанного на потребление любила приготовить еще на запас, если бы большая половина этого не съедалась дворовыми девками». Конец цитаты из старосветских помещиков. в эту страсть готовить на запас разве неудивительно тонко подмеченная черта старческого нарушения сочетательной деятельности? Вопрос о хищении от воровых. Разве не доказательство большой хозяйственности нашей старухи, которая ничего этого не видела, подобно тому, как удивлялась, что, несмотря на то, что строго смотрела за нравственностью, не проходило несколько месяцев, чтобы у которой не будь из ее девушек, стан не делался гораздо полнее обыкновенного. Конец цитаты. Когда читаешь эти строки, так и кажется, что пред тобой еще раз проходит плюшкинское хозяйство, в котором было много всего, наготовлено было на запас всякого дерева и посуды, никогда не употреблявшиеся. Во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, но ему и этого казалось мало. И подобно Плюшкину, Пульхерии Ивановну, поглощенная массой мелких забот, мало имела возможности входить в хлебопашество и прочие хозяйственные статьи вне двора, бесконечно более важные, чем вся эта дрянь. Старосветских помещиков обкрадывали немилосердным образом. Служащие завели обыкновение входить в господские леса, как в свои собственные, и, обладая волей, по словам профессора Чужа, вполне достаточной для управления имением, уж не сводится ли это управление, к приготовлению грибков со смородиным листом, и мушкатным орехом. Мнишек со сметаной или укладыванием лоскутков Пульхирия Ивановна исследовала причину страшного опустошения. Она даже сказала приказчику, гляди, чтобы у тебя волосы на голове не стали редки, подобно дубкам в лесу. Но, совершенно удовлетворившись, ответом приказчика, большая хозяйка наша давала повеление удвоить только стражу в саду около шпанских вишен и больших зимних дуль. Конец цитаты. И тут все тот же старческий баух эгоизм. Восклицательный знак. Но благословенная земля, говорит Гоголь, производила всего в таком количестве. Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве. А профессор Чиж с своей стороны замечает, что поэтому старосветским помещикам и не надо было, и не было надобности много хлопотать по хозяйству. И как рельефно оттеняется упадок воли в описании утренней беседы Афанасия Ивановича с приказчиком. Цитата. Он по обыкновению вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах с величайшей подробностью и таки сообщал ему замечания и приказания, которые удивили бы всякого необыкновенным познанием хозяйства. И какой-нибудь новичок не осмелился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркого хозяина. Какое несоответствие между запасом сведений, добытых опытностью с одной, и упадком воли, с другой стороны. То есть Афанасий Иванович давал такие распоряжения, но контролировать их не мог. То есть знания были, а способность проконтролировать, чтобы не воровали и так далее, отсутствовала. То есть это уже дефект, дефект, то есть интеллектуальный дефект. Я кратко набросал существенные старческие черты психологии старосветских помещиков, отличавшие их в той части повествования, которые далека еще от печального события, изменившего навсегда жизнь мирного уголка, изображенную великим писателем. Уже незадолго до смерти Пульхерии Ивановны Афанасий Иванович был, как выразилось про него, его супруга, как дитя маленькое. Он даже часто позабывал, когда праздничный день, а когда будничный. Вот уже деменция. Но прошло еще пять лет. Пульхерия Ивановны не стало. Как это напоминает тот момент в жизни Плюшкина, когда добрая хозяйка умерла. Мы снова встречаем Афанасия Ивановича, но на этот раз стариком, который согнулся уже вдвое против прежнего. Во всем окружавшем его, значит, 65 лет ему, во всем окружавшем этого старика заметил был какой-то странный беспорядок, какое-то ощутительное отсутствие чего-то. Ощущались те странные чувства, которые овладевают нами, когда мы вступаем в жилище вдовца. Сам Афанасий Иванович представлял уже улыбкой. И очень хорошо сделала, потому что без того он бы весь халат свой запачкал соусом. Кстати, это симптом тоже неаккуратности в еде. «Я старался его чем-нибудь занять». Это Гоголь пишет. «Ты рассказывал ему разные новости, он слушал с той же улыбкой, но по временам взгляд его был совершенно безучастен, и мысли в нем не бродили, но исчезали. Часто поднимал он ложку с кашей, и вместо того, чтобы подносить ко рту, подносил к носу, но это уже деменция далеко зашедшая, и вместо того, чтобы подносить ко рту, подносил к носу, вилку свою, вместо того, чтобы воткнуть кусок цыпленка, он тыкал в графин, и тогда девка, взявшая его за руку, наводила на цыпленка». Конец цитаты. В этом отрывке ясно обрисована психика совершенно слабоумного старика, павшего в детство, как ребенка, собеседник, старался его чем-нибудь занять, и рассказывал ему разные новости. По временам взгляд его был совершенно бесчувственен, и Гоголем особенно верно схвачено, и охарактеризована в этих словах одна из основных и главных черт старческого слабоумия, мысли в нем не бродили, а исчезали. Последуем, однако, далее и разберем в ближайший момент картины, развертываемой Гоголем. В круг психической деятельности Афанасия Ивановича внезапно вторгается воспоминание, не воспоминание последних событий, а впечатление, чуть не ежедневно повторяющееся в течение более тридцати долгих лет совместной жизни с Пульхерией Ивановной, тесно связанная с нею. Афанасию Ивановичу подали мнишки со сметаной, одной из лучших изделий радушной хозяйки, то есть Пульхери Ивановны. И вот это впечатление привело к тому, чего так боялась бедная старушка, покойная Пульхерия Ивановна. Афанасий Иванович заметил ее отсутствие. Пять лет он не замечал в связи с коронным, скажем так, с коронным номером Пульхерии Ивановой, мнишки со сметаной, он заметил отсутствие своей супруги. Удивительно, тонко и психологически верно запечатлен этот момент, восклицательный знак. Афанасий Иванович, вышедший навстречу гостю, при его приезде, гостю, который был у него последний раз, еще при жизни Пульхерии Ивановны, тотчас же узнал его и приветствовал с той же знакомой ему улыбкой. Но не присутствие этого гостя, не ощутительное отсутствие чего-то в окружающей обстановке, короче, то, что послужило бы для здоровой психики моментом, ударяющим по чувствам и вызывающим мысли на слабоумного старика не действовало, гость не расспрашивал, а хозяин не говорил, не выражал своих чувств и мыслей, которые, впрочем, как и отмечает Гоголь, в нем не бродили. Но достаточно было появления на столе посуды с мишками, вот баух эгоизм, еда, да, чтобы одрехлевшая, угасающая память заработала, вспыхнула одной из последней своих искр. Голос его начал дрожать, и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз, но он собирал все усилия, желая удержать ее, и вдруг брызнул слезами. Он сидел бесчувственно, бесчувственно держал ложку и слезы как ручей, как немолчано текущий фонтан лились, лились, ливмя. У слабоумного старика, как у ребенка, привычка сделала то, чего подчас не в состоянии сделать в зрелом возрасте у здорового человека чувства. «Боже, говорит Гоголь, пять лет всеистребляющего времени, старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущала, ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сиденья на высоком стуле, изъедения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов и такая долгая, такая жаркая печаль. Что же сильнее над ними, страсть или привычка? Пять лет Афанасий Иванович превратился в такого бесчувственного старика и в то же время проявляет такую долгую, такую жаркую печаль. Что же сильнее над нами ставит вопрос великий психолог, то есть Гога? Страсть или привычка? Или все сильные порывы, весь вихрь наших желаний и кипящих страстьей есть только следствие нашего яркого возраста? И только потому одному кажется глубокий сокрушительный вопрос, продолжает автор, которого этот плащ детяти поражал самое сердце, и поражали эти слезы, которые текли, не спрашивая, сами собой, накопляясь от едкости боли уже охладевшего сердца. Конечно, привычка сильнее, а не страсть. Читатель поймет, конечно, что такая старость, как описанная Гоголем в образе Афанасия Ивановича едва ли может быть признана нормальной или физиологической, такой, какой многие желали бы для себя. Профессор Чиж заявляет, Плюшкин уже потому не может считаться портретом старости, что он только седьмой десяток живет, между тем, как психика его представляет столь крупное отступление от нормы. Спрашивается, как же может считаться изображением нормальной старости Афанасий Иванович, который тоже жил всего седьмой десяток, но представлял из себя уже бесчувственного старика, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущала, ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из кушания или ядения сушеных рыбок и грудь, из добродушных рассказов, в котором мысли уже не бродили, который тыкал вилку в графин и подносил ложку к носу, у которого чувствования заменились долгой, медленной, почти бесчувственной привычкой. Перед нами дилемма. Или мы должны признать, что нормальная старость допускает столь значительную ступень упадка психики, гораздо большую, чем наблюдавшаяся у Плюшкина, и что, следовательно, Плюшкин является на своем седьмом десятке человеком со значительно большим запасом психических сил, чем шестидесятипятилетний Афанасий Иванович? Или же мы должны допустить, что и соответствует истине, что Афанасий Иванович представлял в этом возрасте совершенно слабоумного старика, то есть являл пример старческого слабоумия? Мы видим, что утверждение профессора Чужа не соответствует истине. И утверждение его, что во всех произведениях Гоголя выводится лишь один душевно больной, а именно Плюшкин, конечно, также совершенно неверно. Но я хочу сказать, помните, я в самом начале утверждал и на стриме утверждал, что и Плюшкин слабоумный, и Афанасий Иванович в возрасте 65 лет. Но Афанасий Иванович в возрасте 60 лет был, конечно, живее. Его психика была живее и сохраннее, чем у Плюшкина. Но уже в возрасте 65 лет, если сравнивать с Плюшкиным, конечно, Плюшкин был, намного активнее, и интеллект его был намного сохраннее. Но здесь, слава Богу, мы имеем динамику 60 лет, Афанасию Ивановичу и 65. Динамик. 65 лет была легкая деменция? Была. Я не хочу повторять то, что написал доктор Коплан и Гоголь, как он получал приказчика, да, правильно, хорошо, опыт был, а контролировать не мог, как память у него была плохая и так далее и тому подобное. Вот. А у Плюшкина мы не видим динамики. Мы видим только вот это статическое состояние, ну, немножко из прошлого анамны, и статика сегодняшняя. Всё. А что случилось с Плюшкиным через пару лет, мы не знаем. Поэтому вот тут и диагностика, понимаете ли, вот, скажем так, доказательная. Тут доказательная. Понимаете? Доказательная. Лёгкая форма, деменция, о которой я говорил, детство уже впало, это уже чуть ли не, ещё, конечно, неконечная, но уже, значит, выраженная форма, а у Плюшкина это отсутствовало. Мы видели его только в тот момент. вот, значит, который запечатлел Гоголь. Вот так. Я, к сожалению, не имею сейчас возможности останавливаться на психологическом разборе старосветских помещиков с той обстоятельностью и подробностью, каких требует эта замечательная повесть. Я хотел только показать, что такое понимание образов этого произведения, какое мы встречаем у профессора Чижа, не только неверно, но и нисколько не соответствует содержанию этого блестящего, исполненного глубокого психологического и психопатологического анализа творения. Каждый шаг, каждая страница открывает нам удивительное знание человеческой души в различных возрастах и состояниях человека. И мне еще раз приходится повторить то же, что я сказал по поводу первой работы профессора Чижа. Его краткая ссылка дает, по моему мнению, такое слабое, узкое и даже неверное представление о повести Гоголя так игнорирует лучшие места ее и обходит психологические красоты, что в состоянии лишь породить впечатление, ведущее к умолению значение этого классического произведения. Восклицательный знак. Но возвращаемся еще раз к последнему и его ярким образом. Мы указывали уже насколько необоснованно утверждение, что старосветские помещики совершенно не похожи на Плюшкина. И мы постарались доказать эту необоснованность. Продолжим параллельный разбор типа Плюшкина и старосветских помещиков. Профессор Чиев совершенно верно отмечает, что старосветские помещики наши и в молодости были так ничтожны, хотя и не глупы. И потому именно их старость должна рассматривать в известном смысле как результат их ничтожности в молодости. Так, как говорит профессор Чиев, люди более даровитые, более интеллигентные, с годами делаются лучше духовнее. Почему-то однако профессор Чиев считающий необходимый и по-видимому удобным упомянуть о ничтожности старосветских помещиков в зрелом возрасте совсем по-другому рассуждал относительно Плюшкина Плюшкина оставил совершенно в стороне то, что я назвал анамнезом. Не я называл это анамнезом Плюшкина. На этот анамнез профессор Чиев не указал, как он говорит, потому что нет надобности объяснять этого ввиду общеизвестности, да к тому же составляя свою работу о Плюшкине для врачебного органа мог опустить некоторые подробности. Жалею, что заблуждался, но я полагаю, что речь профессора Чижа предназначалась не для узкого круга врачей, психиатров или психологов, а для широкой публики. Впрочем, во второй своей работе значение болезни Плюшкина профессор Чиж останавливается уже на некоторых подробностях прежней жизни Плюшкина, рассуждая так, люди такого склада, как Плюшкин, живущие более умом, чем сердцем, аккуратные, умеренные, трудолюбивые, доживают до глубокой старости, сохраняют свои умственные силы. А потому, если Плюшкин одрехлел психически так рано, несмотря на свой темперамент, то в этом виновата болезнь. Конец цитаты из Чижа. Но тут мы должны коснуться еще одного вопроса, затрагиваемого профессором Чижом, именно вопроса об устойчивости мозга вообще и о тех причинам, которые в состоянии нарушить его деятельность. Профессор Чиж никоим образом не может согласиться со взглядами Гоголя и моими на старость, потому что головной мозг, орган психической жизни, как известно, орган весьма стойкий. Наблюдение над больными, говорит профессор Чиж, постоянно убеждает нас, что головной мозг обладает громадной сравнительно с другими органами сопротивляемостью. Конец цитаты из Чижа. Со всем этим, конечно, нельзя не согласиться, так как головной мозг действительно один из самых стойких органов. Но выводить отсюда заключение в том смысле, что эта стойкость опровергает описание старости сделанное Гоголем и мое рассуждение, разумеется, нельзя. А тут профессор Чиж допускает какой-то непонятный скачок в логическом рассуждении. И вообще нужно сказать, что профессор Чиж вполне верно указав на чрезвычайную сопротивляемость мозга, потом в своем желании обосновать многие из своих утверждений приводит наряду с вполне верными и установленными науками факта совершенно произвольные примеры и доводы ряд чисто медицинских и физиологических деталей далеко не верны. Собственно говоря, мне даже не следовало бы и останавливаться на этом, но по той простой причине, что в этих своих рассуждениях профессор Чиж по обыкновению принятому в его статье уклоняется в сторону ничего общего с разбираемым вопросом не имеющим. Но дело в том, что с одной стороны в читателе незнакомом с физиологией и патологией приводимые профессора чужом рассуждении могут породить совершенно неверные представления о действительной устойчивости мозга и причинах нарушения мозговой и в частности психической деятельности. С другой же стороны надо иметь в виду, что профессор Чиж нагромождает массу не идущих к делу и при том неверно освещенных фактов из патологии статистики и прочего очевидно для большей убедительности своих возражений. Вот почему я не могу и не имею права обходить молчанием ни одного из его рассуждений. Еще раз повторю, что высказанное профессором чужом положение о большой устойчивости мозга верно, но все-таки не дает нам права смотреть на эту устойчивость ему так оптимистически и при том необоснованно, как смотрит профессор Чиж. По мнению профессора Чижа самые тяжелые болезни, более или менее поражающие все органы, почти не затрагивают мозгом. Больные умирающие от туберкулеза сохраняют свои умственные силы. Сифилис поражает головной мозг лишь в несколько лет после заражения всего организма, да и то, по крайней мере, в большинстве случаев лишь вторично. Общие острые болезни скарлатина, холера, воспаление легких, малярия и даже брюшной тип лишь крайне редко оставляют стойкие следы в головном мозгу. Конец цитаты исчежа. Всевозможные зловредные воздействия на организм не влияют на головной мозг. Самые жестокие тюрмы, продолжительные голодовки, жизнь на севере и под тропиками и так далее, все это прекрасно переносится головным мозгом. Головный мозг никогда не заболевает первично. Известно, что мы легко привыкаем к так называемым нервным ядам. Головной мозг скоро настолько приспособляется к этим ядам, что самые громадные дозы не оказывают значительного эффекта. Так же легко и быстро головной мозг приспособляется или привыкает и к другим зловредным воздействиям. Дальше говорит Чиж. К сожалению, заканчивает профессор Чиж. На эти факты мало обращают внимания. Даже психиатры допускают, что такие ничтожные воздействия, как огорчение, любовь, усиленный труд, душевные волнения могут вызвать душевную болезнь. Тут я согласен с Чижим. Ни огорчение, ни любовь, ни усиленный труд, ни душевные волнения не могут вызвать душевную болезнь, если нет предрасположения к ней. А если добавить к этому, что, по мнению профессора Чижа, с лишь очень немногие старцы доживают до глубокой старости, и что крайне физическое дряхло сводит в могилу стариков обыкновенно раньше, чем развивается атрофия головного мозга, то мы придем, конечно, к чрезвычайно утешительному для человечества результату, что, может, так сказать, ничем не проймешь, что он вечно юное дерево, а для нас, психиатров, к весьма печальному выводу, что наша наука не имеет не очень много прав на существование, конечно, это ерунда, это ерунда, то есть мнение чужа, сейчас деменция, деменция, синиль, это бич, бич современного общества, западного, понимаете, бич, и поверьте мне, что при наличии деменции в первую очередь страдает мозг, а не сома, потом сома присоединяется с возрастом, с образом жизни, дементные же ведут ограниченный образ жизни, и так далее, и так далее, и тому подобное, но профессор Чиж заходит слишком далеко, в своем оптимизме, дело, конечно, вовсе не так просто. Устойчивость мозга в действительности объясняется более глубокими причинами, между прочим, всей его организацией и филогенетической эволюцией, высшим продуктом, который он является. Влияние же всех вредных факторов вовсе не так ничтожно, как почему-то считает возможным утверждать профессор Чиж в своей статье. Оно весьма часто сказывается в той или другой степени, хотя иногда и не является предметом особого наблюдения. Разного рода симптоматические судороги, помрачение сознания при начале и в течение инфекции, бред при острых заболеваниях. Но это отрицать нельзя. Инфекции часто дают делирии с помрачением сознания, судорогами, фибрильными, да? И, наконец, реакция мозга как органа, достигшего высокой степени развития на вредные факторы, не только ничтожны, но и весьма значительны. Поэтому это психические отправления его, как уже показали, о будущем надо думать еще нагляднее, нагляднее покажут исследования, служит весьма существенным или весьма чувствительным реактивом на действия вредных моментов, а в частности хотя бы на влияние различных ядов. стоит вспомнить лишь работы вышедшие из психологической лаборатории Крепелина. Крепелин психологище Арбайден, Крепелин психологические работы. Кстати, Каплана работал в клинике Крепелина по-моему несколько лет. По отношению к алкоголю доказано, например, этими работами, что влияние не очень больших доз его на психику не изглаживается даже по прошествии суток и более, и весьма умеренное, но постоянное употребление его ведет к хроническому отравлению мозга, о которого он не успевает никогда правиться. Все это я счел нужным сказать для того, чтобы уяснить, почему рассуждения профессора Чижа о стойкости мозга и причинах душевных болезней мне кажутся крайне афористичными и не вполне отвечающими истине. Но кроме того, и все эти рассуждения удивительно контрастируют не только с тем, что установлено теперь медицинской и в частности психиатрической наукой, но и не гармонирует с высказанными профессором Чижом других его произведениях взглядами. Возьмем его лекции по судебной психопатологии. Владимир Чиж лекции по судебной психопатологии 1890 год. Здесь он решается категорически заявить, что все истощающие организм, ведущие к расстройству питания, крайне вредно отзываются на психическом здоровье и может вместе с другими вредными влияниями быть причиной душевной болезни. Цитата из работы Чижа. Остри конституциональные болезни ТИИ, ФОС, Малярия, Крупозное воспаление легких бесспорно крайне вредны для психического здоровья. Крайне возбудимы чувствования, некоторое ослабление памяти, неспособность к продолжительному умственному труду весьма обычной последствия ТИФа. И не только ТИФ. Особенно поучительно сопоставление взглядов профессора Чижа о влиянии сифилиса на мозг. С одной стороны, как мы уже слышали, Сифилис поражает головной мозг лишь несколько лет после заражения всего организма, да и то, по крайней мере, в большинстве случаев лишь вторично. А с другой стороны, в указанных лекциях профессор Чиж говорит, крайнее огорчение, стыд, угрызение совести и, что всего важнее, неизбежное расстройство питания всего организма, а следовательно головного мозга, вот весьма частые последствия заражения организма сифилисом, обуславливающие душевную болезнь. И так как, по словам профессора Чижа, уже самый факт заражения сифилисом вызывает продолжительные и сильные душевные волнения, а яд его неизбежное расстройство питания всего организма, то ясно, как значительно может быть влияние сифилиса на головной мозг уже в ранний период заболевания. И это вполне отвечает тому, что установлено наукой в настоящее время известно, что сифилис поражает головной мозг нередко в столь ранний период болезни, что мы не в состоянии даже констатировать какие-либо материальные изменения. Соматические. Учверждение профессора Чижа, что сифилис поражает головной мозг лишь несколько лет после заражения всего организма, и то, по крайней мере, в большинстве случаев лишь вторично должно быть следовательно принято с большой оговоркой и далеко не соответствует действительности. Больших оговорок требует, как мы видели, также и крайне афористическое рассуждение профессора Чижа об удивительной приспосабливаемости головного мозга к так называемым нервным ядам. И можно лишь высказать крайнее удивление по поводу того, что профессор Чиж решается пользоваться как научным доказательством такими туманными, растяжимыми и неопределёнными благодаря, если можно так выразиться, ненаучной популярности выражениями, как самые громадные дозы не оказывают эффекта, без заметного отравления, как много могут пить привычные пьяницы, так же легко и быстро головной мозг приспосабляется. Приспосабляется. Возникает психические расстройства. Например, напрасно утверждает профессор Чиж, что на все эти факты не обращают внимания даже лица, специально занимающиеся психиатрией. Главная причина, почему нельзя не обратить на эти факты внимание, заключается в самом результате, которому ведёт привычное употребление ядов. Если бы действительно при нём не оказывали значительного эффекта громадные дозы, если бы они не изменяли коренным образом состояние организма, для нас совершенно непонятны были бы те подчас угрожающие явления, которыми сопровождается прекращение привычного притока в организм ядовитого вещества, организм приходит наконец в такое состояние, что прекращение притока привычного яда действует как сильный яд. Ломка, да? Отмена, синдром отмены, абстиненция. Он не в состоянии прожить ни одного дня, функции его недостаточны. Перед нами нарушение, обусловленное отнятием яда, и поэтому оно не может быть квалифицировано как отравление в узком смысле. В широком смысле слово, однако, это отравление. Эр Коберт «Компедиум der практической токсикологии». Немецкий автор «Компедиум практической токсикологии». 1894 год. Профессор Чиж не хочет отличать отсутствие бурной картины острого отравления, отсутствие заметного отравления, возможность пить много, без видимых последствий, от действительно имеющего место крайне значительного и прогрессивно нарастающего вреда для мозга именно при привычном отравлении. Насколько мало, на первый взгляд, бросаются в глаза болезненные расстройства при длительном взрыв потреблении морфия, настолько все страдания тяжело для больного по своим последствиям, говорит Креппелин, рисуя картину хронического отравления морфия. Эмиль Креппелин, Айн Фюринг, Инди-психиатрища клиника, 1901 год. Креппелин, введение в психиатрическую клинику. При регулярном повторении более крупных доз алкоголя еще до исчезновения влияния предыдущих, говорит тот же автор. Появляется уже спустя несколько дней состояние длительного понижения работоспособности в различных сферах психики, состояние которое и по прекращении введения яда в организм исчезает лишь очень медленно. эти установленные опытом факты могут нам до известной степени уяснить начальные стадии того душевного расстройства, которое мы называем хроническим алкоголизмом. Это цитата из Креппелина. Впрочем, на крайне вредное для психики действие алкоголя указывает и профессор Чиж вышеупомянутых лекциях. К сожалению, я не имею возможности, да и считаю лишним останавливаться на всех противоречиях между мыслями, высказанными в этих лекциях и теми, которые приводятся в статье профессора Чижа «Значение болезни Плёшкина». Не так уже, как мы видим, бесследно проходят для мозга все те вредные влияния, с которыми он сталкивается в жизни. Если они при его сравнительно большой устойчивости не всегда способны повести к болезни, то все же делает вполне понятным для нас, почему в жизни каждого человека должен наблюдаться момент, когда и стойкая центральная нервная система его, наконец, уступит влиянию времени и начнется процесс инволюции. Весьма значительный принципиальный интерес имеет вопрос о том, могут ли такие факторы, как огорчение, любовь, усиленный труд, душевные волнения, которые профессор Чиж совершенно верно называет ничтожными воздействиями вызывать душевные болезни. Я нисколько не сомневаюсь в том, что профессор Чиж вполне прав, приписывая всем этим воздействиям весьма ничтожное значение в идеологии душевных болезней и то значение воздействия вторичного, но именно потому я и считаю необходимым заметить, что при сопоставлении таких причинных моментов с другими моментами совершенно иного порядка инфекциями, отравлениями, безусловно, необходимо было подчеркнуть весьма значительную роль именно последних причин в деле возникновения душевных болезней. Между тем, непосвященный читатель даже и не предположит знакомиться статьей профессора Чижа, что все те моменты, которые, как говорит профессор Чижа, почти не затрагивает головной мозг, крайне редко оставляют стойкие следы в нем и вызывают легко и быстро большую приспособляемость. В действительности служат главными причинами душевных болезней и способствуют быстрому увяданию психики человека. Тут, конечно, профессор Чиж как-то невероятно уходит в сторону и ошибается. Противоречие, которое мы только что разобрали, скрывается и выше уже указанном нами рассуждение профессора Чижа. Говорят, что люди с душевным складом Плюшкина доживают до глубокой старости, сохраняя свои умственные силы, профессор Чиж в то же время допускает, что у страстных и увлекающихся натур рано наступившее слабоумие можно было бы объяснить истощение мозга обусловленным бурно прожитой жизнью. Как видно, последнее стоит в крайнем разногласии и совершенно справедливом утверждением, что такие ничтожные воздействия как огорчение любовь, усиленный труд, душевное волнение не могут вызвать душевную болезнь. Тут и Каплан, и Чиж забывает об одном, что все эти моменты, да, огорчение любовь, усиленный труд, душевные волнения могут вызвать заболевания исключительно у лиц, предрасположенных к душевным расстройствам. И эти моменты играют роль триггера. Я думаю потому, что все вообще рассуждения профессора Чижа о темпераменте, о том, что люди определенного склада доживают в глубокой старости, сохраняют свои умственные силы, при более внимательном рассмотрении теряют весьма значительную долю своей убедительности и, что самое главное, далеки от научной доказательности. Все это необходимо было выяснить прежде, чем перейти к дальнейшим. Попытавшись хотя бы кратко подвергнуть психологическому и психопатологическому анализу образа Афанасия Ивановича и Пульхерия Иванова, я не имею права, разумеется, оставлять этот анализ неполным, незаконченным и должен разобрать анамнез наших старичков. По мнению профессора Чижа, я неправильно придаю значение тем условиям, в котором жил Плюшкин в старости. Профессор Чиж не упомянул о них первой своей работе, потому что Плюшкин сам то из его развивающейся болезнь была причина его одинокой старости. Спрашивает, действительно ли совершенно неправильно я придавал значение тем условиям, в которых жил Плюшкин в старости? Конечно, для меня было ясно, да и теперь ясно, что состояние психики старика Плюшкина всецело объясняется внутренними эндогенами, в ней самой лежащими причинами, как я и заявляю в своем психологическом разборе Пушкина. Цитата, сами по себе говорю я, они и условия жизни не могут повлиять на психику человека коренным образом, и Гоголь понимал это, он лишь рельефнее, очерчивый и выпуклетнее, оттеняя тяжелую картину без того нарастающего психического упадка человека, Гоголь поступил по мне согласно жизненной правдой, соединив художественным чутем своим условия, которые с известного возраста обычно в жизни человека с теми изменениями, которые происходят в нем самом. Казалось бы, я выражаюсь вполне определенно и ясно, и тем не менее профессор Чиев все-таки придает моим словам свое собственное толкование и видит почему-то неправильное придавание значения тому, чему, по его мнению, придавать значение не следует. Сейчас я посмотрю сколько. два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать. Нет! На этом я сейчас, видимо, и завершу, разобью эту статью на две части. На две части. Уже поздно. Не потяну. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Тем не менее, профессор Чи все-таки придает своим, придает моим словам свое собственное толкование и видит в них почему-то неправильное придавание значения тому, чему, по его мнению, придавать значение не следует. Ну, на этом вот, я думаю, сегодня первую часть этой интересной, тоже обширной статьи доктора Я.Ф. Каплана я завершаю. В следующий раз я закончу чтение этой статьи. На этом я, доктор Джордж Гарматов, прощаюсь с вами, мои уважаемые слушатели. Уже поздно, уже у нас час, уже 23 августа, уже пятница, киевское и московское время 2 часа 1 минута, поэтому надо завершать чтение. Я прощаюсь с вами, желаю вам хорошего, глубокого сна и приятных сновидений. И до следующих встреч в эфире. Спасибо и до свидания.